нашу терапию и клиент уже лицом вниз prom position то есть что мы смотрим здесь у нас большой кайфос обязательно обязательно это надо обострить свое внимание потому что я еще раз говорю если здесь нет мобильности скорее всего теряем стабильность здесь и это будет болью спине потому что здесь не должно быть больше разворачиваться больше 30 градусов но так как мы потеряли мобильность здесь и не можем поворачивать начинаем поворачиваться в нижней спине и это грозит проблемами также мы видим плоский плоская спина то есть позвоночник плоская спина на это тоже надо обратить внимание и маленький тест мы просто возьмем и приложим руку и надавим на наш сейком если есть боль то как болит есть хорошо отлично и вот делаем небольшие такие тут называется так со стойстом тормейду твисты и немножко пытаемся разра потому что чем больше старее мы происходим тем больше как бы за забитонируется за не знаю как это сказать зацементируется и меньше движений потому что я все раз теряем мобильность нашим thoracic нашей грудной и такие вот небольшие немножко движения можем и вот такие вращательные если же боль в этом случае то мы это не делаем есть боль боли нету все хорошо продолжаем делать такие вращательные движения вообще я говорю что нас вылечивает это наша кровь и наш движение нашим организм если мы не двигаемся правильно все вся система теряет как это мобильной стабильности какие-то проблемы и немножко поработаем конечно же на нашей грудной клетки посмотрим много телевизор сидим возле компьютера и такие вот движения даже вижу как вот если не на камере скорее всего не видно насколько от немножко был пап такой как бы ребра и совсем не не очень глубокий посмотрите насколько красное это тело это всего лишь было пять минут мы поработали того во первых хорошая разогревающая мазь если конечно у кого-то аллергия то надо спрашивать я даже не спросил вот и такие движения что мы делаем мы немножко пытаемся убрать этот кайфос легкими движениями если вы чувствуете немножко амортизация как бы идет с назад то еще все нормально если уже амортизаторы нету то это не надо делать и надо на силу человека для первого раза это хватает и размассажировать дыхательные заднюю дыхательную часть ребер такими вот движениями делаем глубокий вдох и выдох и я смотрю что здесь вообще нету дыхательного смотрите вот руку дыши видите где происходит дыхание я хочу чтоб ты дышал вот здесь то есть моя рука не поднимается абсолютно вообще хорошо нет ослабляйся теперь что я делаю я помогаю то есть я делаю спрей до сих вы еще все еще одну идет амортизация это хорошо и такими выдвижениями а можно резко боль есть отлично более нет начну продолжаем это делать потом мышцы здесь скорее всего их они очень расслаблены как активировать мышцы вот таким вот образом я не я его не пытаюсь как это называется не уколоть а покнуть подожди как называется а пир толк раз раз толкачнее я расталкиваю но я не пытаюсь я не убираю свои руки и потом опять толкаю мои руки постоянно соприкасывается с телом вот таким вот образом можно активацию делать мышц или берем наши кулаки и делаем вот такие движения это активируем верхнюю часть тела теперь мы сделаем эту сторону тоже самое если если вот то есть я говорю что эта сторона дышим дышим она абсолютно не дышит и попробуем эту сторону дыши вот здесь здесь какое то есть движение чуть-чуть тихонечко тихонечко успокаиваю свое сердце пока его дыхание потому что если человек будет дышать так сильно то появится ритм сердца увеличится сердцем сердца и надо расслабляться наоборот и дышим дышим и вот произошел наш первый щелчок скорее всего что происходит я покажу здесь на камере значит что здесь произошло когда большой корпус наклоняется позвоночник наши фасад наши вертебра спины позвонки они раскрываются и то есть наши мышцы здесь теряют нашу устойчивость и я говорю что эти позвонки раскрываются таким движением мы их захлопаем вместе и позвоночник начинает двигаться как одно целое как наше это то есть змейка не знаю вот этот ламином гру в который мы будем разрабатывать мы будем очень хорошо разрабатывать эти мышцы это очень главное и даже вот если вы заметите то здесь вот эта грыжа вот она позвоночная грыжа и она давит вот на эти нервы и происходит очень больная неприятная штука поэтому я говорю а это делают тарапракторы костоправые они делают закрывают вот эти фасеты и говорю позвоночник начинает двигаться как одно целое если он открыто один закрыт то вращается другая не очень и поэтому не происходит коммуникации вообще это позвонок это наша как бы кабельный корт и дает информацию ваше тело и не знаю как это объяснить если у кого-то там как он hdmi кабель то качество показывание трансляции идет быстрее и лучше и поэтому я говорю что надо очень следить за своим позвонком если хотим быстро и эффективно двигаться то есть я еще раз повторяю мы не используем никаких масел вы не видите то есть они я не использую масла и что мы делаем мы разрабатываем вот этот грув можно делать буквой в в как бы викторе знаком викторе мы прикасаемся к этому ламином гуф и или одна сторона я люблю одну сторону с двумя нашими большими пальцами томами и просто вот идем вдоль этого также это может показывать если у кого-то есть колеоз и они об этом не знают вы сразу увидите что как изменяется то есть ваши пальцы направления и разрабатываем эти этот грув очень хорошо еще на стороне это делать так как у меня нет хорошего камерщиком это тяжело показать и если вот я чувствую немного стала сухая кожа я могу чуть-чуть буквально вот немножечко вот вот столько просто оплавить нанести а я вспомнил слово apply нанести это apply поэтому где-нибудь больно do you feel pain я сону do you feel pain ok как я и сказал что мы можем много если вы хотите мы можем и вот я чувствую что вот здесь есть 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 очень большое как бы как это объяснить и чувствую что позвонок немножко смещен потому что если я иду вот на этой стороне здесь он как бы пустота а здесь как бы маленькая такое шарик сгут не сгусток а и вот я должен это разработать да если вы вот будет очень гладко здесь такая без проблем можно пройтись от шеи до конца ими не будете чувствовать таких сгустков то это уже как бы удач удачный treatment и человеку будет намного намного проще и удобнее то есть вот он здесь я чувствую и я попрошу его подымать ногу вверх вот эту опускать чуть-чуть совсем чуть-чуть не надо я чувствую когда когда он подымает ногу этот этот шарик толкает меня то есть когда он ходит когда он ходит при дне отпускает пуска все когда он ходит вот именно вот этот вот этот смещенный позвонок он давит и скорее всего давит на этот нерв и стреляет ему и в ногу и в бок и поэтому очень важно это сделать их так как мы сказали что на левой стороне потому что он был смещен направо но мы чувствуем это вот именно на левой стороне ягру я разрабатываю весь этот ламином гу это очень эффективно если я вижу вот здесь чуть-чуть воспалены мышцы это эрик 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 тальной мыши и ректор что я делаю я пытаюсь немножко отодвинуть его от позвоночника и попытаться помочь этому позвоночнику двигаться что я делаю я как бы я не давлю на позвоночник позвоночник его не видно но вот он здесь то есть я иду немножко вперед ларерал то есть это медил внутрь и в наружу лару латерал мерил и я немного пытаюсь эти мышцы отпустить от позвоночника чуть-чуть совсем расслабить и я вижу как то есть я не пить пытаюсь игру быстрых движений и вот и я просто наблюдаю что происходит его тело говорит что мне делать не я это делаю а его тело и вот происходит движение и сами видите что уже практически нету этого здесь очень-очень большая я вот мне аж это очень сильно не нравится скорее всего надо отправить карапрактору который чтобы сделал аджасмент или потому что я чувствую что смещено вот эта вся верхняя часть она смещена это будет наша главная идея вот и конечно же немного я вижу наклон как понять и если вы видите на камере это очень хороший тест если ротация вашем позвоночнике мы находим две задние постели ps постели сака или их баун по-русски это я не знаю как это будет но этот так по-английски и что мы смотрим вот они такие две костяшки если мы посмотрим на по на скелете если мы смотрим на скелете то мы ищем вот вот эти вот кости мы их ищем и потом внизу будет такой немножко как бы вот групп впадинка и мы прямо прикладываем пальцы сюда и смотрим если пальцы на уровне в эту сторону то есть ниже или выше или есть какая-то ротация то есть так мы смотрим и по уровню то есть возвращаемся к нашему пациенту и мы прикладываем к этим двум задним постели сакры лэгбон это сайк румана здесь и вот что мы видим что это ниже но они на одном уровне то есть на одном уровне здесь но этот позвоночник у него есть немножко ротация и вот скорее всего это вызывает боль что мы сейчас делаем я покажу я покажу на этой стороне потому что то есть мы мы стоим на той стороне в которую которая выше которая сторона ниже мы ее мы ее делаем терапии то есть я покажу как это делается мы подходим и берем нашего клиента не таким образом не как когтями а простой раскрытой рукой я попрошу его поднять немного и вот таким образом отпусти опускай просто держу вот смотрите я держу ее и другой рукой я надавливаю на другой на другой то-то тазную и тазную кость большую тазную кость и что я делаю я вытягиваю этой рукой вверх а этой надавливаю вниз одновременно и то есть я нахожу эту точку где я не могу больше двигаться то есть я не пытаюсь его сломать я не пытаюсь что-то вытянуть я вот отпусти вот я вытянул и все здесь и я не я не хочу идти дальше что я теперь делаю я прошу нашего клиента давить вниз тихонечко 20 процентов вашей силы давите вниз вот этот вот эта часть бедра то есть вы понимаете я пытаюсь выровнять этот позвоночник и отпускаем расслабляем и я иду дальше но так как это не та сторона которая нам надо я не буду это много делать и если вы даже посмотрите я еще больше сделал то есть теперь я утопил эту сторону еще больше но нам надо сделать так чтобы эта сторона была вот вы сейчас видите на камере что даже есть происходит ротация ротация в этом позвоночнике и как я это сделаю я еще раз говорю что я вот подойду на тихонечко и открытой рукой возьму за это бедро расслабляем и вытянул на первую ступень первую ступень нашего барьера и попрошу нашего клиента давить левую сторону вниз и одновременно я сопротивляюсь моей правой рукой и вытягиваю мои левый и он отпускает расслабляя и я пытаюсь его вытянуть на другую на другую ступень давим ниже еще ниже давим эту бедро раз два три мы даем до 5 раз два три 4 5 и расслабляем видите в чем проблема клиент очень сильно старается я же еще раз 20 процентов буквальном совсем слабая то есть активация еще раз раз два три 4 5 и расслабляем вот он расслабился и я выхожу на другую уровень уже и делаю больше давим и отпускают им теперь посмотрите насколько выровнялась наш 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 позвоночник проверяем и буквально но я вижу что это на одном уровне проблема здесь и тоже поработаем над этой стороной расслабим и ректальные мышцы и так как мы говорили об этом если плоская спина то мы пытаемся идти к позвоночнику а если лордоз то мы идем от от спины от центра наружу то есть я делаю вот такое вот уже не использую свой локоть и тихонечко направляясь в сторону позвоночника я не доходя до позвоночника расслаблю свое свое давление на именем дышит глубоко и я таким вот образом и расслабляем и то же самое сделано другой стороне и еще раз говорю проработаю вот эти части видите он сопротивляется здесь нету абсолютно движение потерялась мобильность здесь проблема здесь восстанавливайте мобильность восстанавливайте свою спину мы встретимся на другой раз